Всем добрый день, с вами Science Daily, новости науки и космоса. Компания SpaceX собрала первую ступень Super Heavy своей сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, фактически построив прототип самого большого из когда-либо созданных ракетных ускорителей. Об этом сообщил Илон Маск в своем твиттере. Конструкция ускорителя номер один состоит из 36 стальных колец, которые также используются для сборки кораблей Starship. Первый прототип Super Heavy BN1 будет иметь высоту около 67 метров от вершины до конца сопел двигателей Raptor. Их у первого прототипа будет 4, при этом проектное количество двигателей у ступени ускорителя 28. Таким образом, BN1 всего на 3 метра ниже двухступенчатой Falcon 9 или Falcon Heavy, а это вторая и третья по высоте действующей ракеты на сегодняшний день. Но следует помнить, что Super Heavy лишь ускоритель, а согласно заявлению SpaceX, ракета целиком будет иметь высоту не менее 120 метров. Это космический корабль Starship и Super Heavy вместе. Это сделает пусковую установку самой высокой и, вероятно, самой тяжелой ракетой-носителем из когда-либо существовавших. Примечательно, что прототип Super Heavy BN1 внешне пока не похож на финальный ускоритель, который будет участвовать в первом орбитальном запуске Starship. SpaceX отказался от установки каких-либо посадочных опор на BN1, поскольку этот ускоритель будет использоваться для наземных испытаний под давлением и других контрольных тестов, включая прожиг двигателей. И если все пойдет по плану, то в первых летных испытаниях будет участвовать прототип BN2, а BN3 должен будет вывести Starship SN20 на орбиту уже в июле этого года, хотя мне кажется, что это слишком оптимистичные сроки. Неясно, когда Super Heavy отправится на стартовую площадку для тестов, но можно с уверенностью сказать, что это произойдет уже после запуска Starship SN11 на высоту 10 километров. SpaceX надеется на этот раз обойтись без взрывов при посадке или после нее. На днях Илон Маск сообщил, что прототип SN11 уже практически готов к пуску. По словам Илона Маска, в прототип SN11 было внесено множество изменений с целью исправить выявленные в ходе предыдущих испытаний недостатки. Он пояснил, что SN10 взорвался после посадки, потому что двигателям не хватило мощности в результате утечки гелия из топливного бака. Напомним, 3 марта SpaceX запустила свой корабль Starship SN10 на высоту в 10 километров и сумела приземлить ракету, хотя она взорвалась через несколько минут после посадки. Эта миссия последовала за двумя другими запусками Starship SN9 и SN8 на ту же высоту. Тогда прототипам удалось взлететь и провести нужные маневры, но они разбились при посадке. Самые свежие новости из мира науки и космоса на нашем канале каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok